Рыба в законе лето в разгаре и у любителей рыбалки есть еще время, чтобы поймать свою самую большую щуку. Для этого заядлые рыбаки проводят на реке или озере по несколько дней, но вот закон они соблюдают не всегда. Контроль за рыбаками ведет региональный отдел рыбоохраны. О результатах рейда рыбинспекторов расскажет Денис Максимчук. Такие рейды сотрудники немальской рыбоохраны проводят часто, не реже одного раза в месяц. Проверяют не только правила вылова рыбы, но и соблюдение норм по охране рек и озер. Есть такой документ, содержание которого желательно бы знать каждому, кто отдыхает и рыбачит на территории Пуровского, Тазовского, Красноселькубского и Надымского районов. Не знающих оказывается много. Как правило, каждый рейд приносит определенный результат. Пресекаем как бы случаи браконьерства, но даже если нет нарушителей правил рыболовства, то всегда есть рыбаки-любители, которые консультируются. Незаконный вылов рыбы сетями не только сокращает количество ее в целом, но и приносит ущерб промыслу коренных народов Севера. Ведь для ненцев, ханты и других местных жителей рыба – это и основа пропитания, и основные средства существования. На сегодняшний день в составе промышленной территории рыболовства Сугмута-Пикутинской общины находятся более 10 объектов. Все эти реки и озера – привычные места ловли среди рыбаков-любителей. Они не столько это, сколько засоряют территорию. Нарушение правил рыбной ловли – административное правонарушение и влечет за собой денежный штраф. В мае этого года в законодательстве произошли изменения. Так, если раньше за использование сетей штраф составлял от 1 до 2 тысяч рублей, то сейчас эта сумма выросла до 5 тысяч. Если мы не видим каких-то нарушений, то это говорит о том, что происходит достаточная профилактика. А тем, кто хочет двигаться в правильном курсе, будь то на лодке или пешком, рыбнадзор советует изучить правила поведения. Как в лесу, так и на воде. Все нормативные документы и последние новости в области рыбоохраны можно найти на сайте fishing.gov.ru Денис Максимчук, Андрей Нагибин. Специально для программы «Время немало» из Муравленка.